На сцене три супружеские пары. Закадочные друзья заключили брачные союзы с тремя подругами в одно время и в один день. С тех пор каждый год вместе отмечают годовщину. Комедия заставляет задуматься о личном. Хочется и подумать о взаимоотношениях мужчины и женщины и вообще о семейных ценностях. Тут как смешение жанров идет. Если первый акт у нас как бы заявлен как комедийный, то второй лирико-драматический таким уклоном в такую какую-то Испанию, в какие-то такие вот страсти уже как бы любовная такая интрига. Виновник любовной интриги четвертый друг Холостяк. Именно он раскрывает внутреннюю фальшь внешне счастливых союзов. Ты выпил уже четыре лирико? Только три? И к тому же содовый. Содовый, содовый, но четыре? Ты что думаешь, я не считала? Потом ты положил себе мальюска в соусе. Ты что забыла? Крапивнице? Три супруги совершенства – первая премьера нового театрального сезона. В постановке зрители увидят сразу трех звезд щепкинской сцены – Оксану Бгавину, Дмитрия Гарнова, Игоря Ткачева. И раскроем маленький секрет – в небольшой роли задействован необычный артист. На моей памяти это первое животное, которое выходит на сцену. Мы всей семьей – супруга, я и наш малыш – бой. Зрительно замечательно принимает, и я думаю, что это настоящий праздник, открытие сезона. Эта постановка для тех, кто любит острый юмор и романтическую мелодраму. Красивое музыкальное оформление, танцевальные номера, которые отражают и усиливают эмоции героев, изысканные декорации белгородского художника Марины Шепарнёвой. Всё это постепенно погружает зрителей в водоворот страстей на сцене. 83-й театральный сезон подарит зрителям ещё несколько премьер. Из ближайших драмы «Жестокие игры» и «Сказка для детей. Все мыши любят сыр», которую к Новому году поставит главный режиссёр Щепкинской сцены Виталий Бгавин. Наталья Александрова, Евгений Титов. Программа «Такой день» на Мире Белогорье.